В драме есть что-то сакральное, что ты имеешь в виду под этим. Когда ты заходишь в тишину храма, иногда бывает, что если попадает на периферии где-нибудь в разрушенную церковь. Я, кстати, родился, где я родился, там на холмах стоят такие разрушенные церкви, потому что в Рязанской области был так называемый красный пояс. То есть когда была революция, и пришли красные, вот там, в отличие, например, от южных регионов, огромное количество церквей было разрушено, почти все. И вот это ощущение разрушенной церкви, это невероятное ощущение. Ты заходишь, вроде бы, в какое-то святое место, и в то же время ты понимаешь, что его изгадили, истоптали, что над ним надругались, что его использовали, не знаю, там, под хранилище зерна, под дискотеку. Пьяные бомжи ночевали, в конце концов. Хотя у меня никакого личного пренебрежения к этому нет, может быть, даже это и хорошо, что это хоть для кого-то был приют. Но когда ты попадаешь в разрушенную церковь, ты чувствуешь такую тишину во вроде бы разрушенном, искалеченном и абсолютно обездоленном месте, что только, ну, ты понимаешь, что только в этой тишине ты можешь почувствовать, что такое действительно хорошо, что такое плохо. Святое и не святое, что называется, понимаешь? Когда ты заходишь вот в какой-нибудь, там, не знаю, храм Христа Спасителя, со всеми этими позолотами, с этими парковками внизу, там, понимаешь, где огромное количество народа, ты такого ощущения почему-то не испытываешь. Я про себя говорю. А вот в одинокой церквушке, полуразрушенной, где-нибудь на отшибе, с каким-то покосившимся таким погостом, понимаешь, ты начинаешь чувствовать по-настоящему правду. Почему? Потому что она не приукрашена. Потому что Бог там, где боль, там, где обездоленность, там, где нищета, там, где несправедливость. Вот когда мне говорят, поезжай куда-нибудь релаксней, в монастырь какой-нибудь, только что отделанный, именно в таком туристическом понимании, чем это отличается от ретрита со спа-процедурами? Ну, то есть, ребята, если вы душу едете лечить, вот как вот Будда, он же был князем, да, сыном царя, который не знал, что есть болезнь, смерть и нищета. И однажды, сколько ему там было, 19 лет, вышел за ворота отцовского замка, он увидел, что все это есть, и назад уже вернуться не смог. Потому что, когда ты знаешь, что существуют эти вещи, быть счастливым не получается. И счастье, и покой ты обретаешь только там, где ты понимаешь, что ты к этому приблизился, и ты от этого не отгораживаешься. Вот это я для себя до сих пор решить не могу. Наверное, это главное. Вот ты меня спрашиваешь, что основа радикализма. Я не могу смириться с тем, что я должен улыбаться и быть счастливым, при том, что кому-то... Не то, что я за него переживаю, не то, что я сильно переживаю из-за тех, кого я не знаю, и кто ко мне не имеет прямого отношения. Но у меня есть какое-то ощущение неправды, да, в мире, который пытается улыбаться и быть позитивным, в то время, как в нем происходит огромные болезненные несправедливости.